Милости Твоей, Господи, полна земля! Аллилуйя! И вот наступила жатва, и постнул меч на землю. И Ты сказал, прежде пшеницу возьмите, вжить не с ее. А плевела сижите в связке и бросьте в огонь вечный. Аллилуйя! Это участь всех грешников, которые не примирились с Тобою. Мы уповаем на Твою милость, Христе Божий наш. Слава Тебе! Аллилуйя! Пощади наследие Твое, приди на помощь к нам. Слава Суе Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови! Аллилуйя! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, на крестную смерть, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Ибо не послал Господь Сына Своего, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Ибо всякий делающий добрый идет к свету, дабы явно были дела его. Делающий же злой ненавидит свет и не идет к свету. Помилуй нас, Господи! Ты сказал, что ничто нечистое не войдет в чертоги Твои. Ни пьяницы, ни блудники, ни воры, ни лихаимцы, они не удостоятся войти вратами в Царство Небесное, но будут брошены в огонь вечный вместе с дьяволом. Это одно мгновение нашей жизни. И с чем мы представим перед Тобой, о, Владыка! Начало мудрости страх Господень, и истинно обращается к Ним. Благодарю Тебя, мой Иисус, слава Тебе. Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яка родилась и Христа спаса, избавителя душам нашему. Аллилуйя! Вам тоже здрасте, аллилуйя! Что-то хотели спросить? Ну да. А вот говорят про конец света, например, он будет? Что? Говорят про конец света он будет? Ну а как же не будет? Все кончается, лето кончается, зима кончается, и жизнь на земле закончится. А но перед этим, три с половиной года, будет один царь еврей над всем миром. Со столицей Иерусалима. Ни Нью-Йорк, ни Москва. Столица мира Иерусалима. Это уже предсказано. Зачем мы перед камерой? Так написано в Библии, мы должны в это верить. В смысле, перед камерой зачем молиться? Перед камерой зачем молиться? Как перед камерой? А как бы мы до вас дошли-то? Мы бы никак вас не увидели. Так это миссия? Это яма, пропасть, где здесь люди приходят. Здесь одно блудство творят, что показывают. Мы как бы на дно адово опустились. Мы уже четвертую неделю, наверное, здесь сидим. Людям возвещаем о скором пришествии Христа. Господь шел к таким людям. И говорит, не здоровые имеют нужду во врачи, а больные. Несколько человек откликнулись. Тут раздетая половина. А 80% примерно мусульмане. Вот разврат один. Они ищут каждый совокупительство с кем. Они не скрывают этого. Вот для этого мы здесь находимся, пришли. Как время свободное. Это же не поможет. А даже не поможет, говорит. Ну, как сказать. Такого не бывает, чтобы не поможет. Господь говорит, слово мое. Я бодрствую над словом мое. Бог то, что сказал. И оно выполнит то, что назначено делать. А как иначе обратиться? Вера и отслышание. А отслышание от слова Божия. От святой Библии. Мы показываем людям Библию. Показываем большие у нас ресурсы. Вот. Это первый Ютуб. Там 14 тысяч роликов наших только. Как с нуля строим православную деревню. А если ничего не делать, еще не будет. Да это не отсюда надо начинать. С другого надо начинать. Не отсюда надо начинать, а с другого. Ну, так подсказывать, еще начинать надо. Идеологию на государственном уровне вводить. Ну, не вводят. И мы ждать не будем. Я это имею опыт. У меня опыт. 56 лет я несу, Слово Божие. По тюрьмам и лагерям. По самым тесным обстоятельствам. И сколько людей к Богу обратилось. Преступники становятся на истинный путь. Веруют в Бога. Меняется вся жизнь. А так начни только думать, как старообрядство. Лежало тысячу лет, пусть лежит. Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава. Ну, ладно. Я понял. Какие вопросы у вас есть? Я не могу веровать. Ну, это другой вопрос. Не можешь это не говорить, что ты завтра не будешь верить. Какие-то вопросы у вас есть? Что вам мешает прийти к Богу? Нет. Вы вообще Бога не верите, что Бог есть? Нет. Просто живешь и все, да? Ну, да. Никому не должен. Мне вот это непонятно. Как Федор Михайлович Достоевский говорит, русский, ну скажи, что Бога нет. Он не просто признает, а будет верить в этот нуль. Если Бога нет, откуда такое разнообразие? Птицы, животные, насекомые, рыбы. Откуда? Как оно могло появиться? Самое великое творение, самое премудрое, это человек. Человек. Бог мог сотворить. В природе нет совести. В природе нет того, чтобы любить врагов. А Бог заповедует это. Нету. А только человек. Откуда это у него? Природа дала. А у природы этого и нету. Нету природы разума никакого. Но все в свое время. Вот я держу голубей. Да, у человека не так, что есть разум. Знаете, вот сколько птиц на земле есть, от всех, по-другому просто смотрится голубь. У меня три голубятни. Вот ни одна птица на земле не может делать то, что делает голубь. Их увозят у соревнования за две тысячи километров. Везут закрытые, в корзинах там выпускают, а там на ноге у него обножка сделана, колечко. И когда он прилетит, там счетчик сосчитает сколько. И они в разные стороны привезли, и они каждый вылетают, круг, и пошли, и в свою сторону летят. Почему? Как это может быть? Ни день, ни два. Одна голубка прилетела из Японии в Москву. Вот вообще человек даже, если ему не подсказывать, он не найдет дорогу. А как это есть? Никто по сей день не знает. Есть загадки простые. Шмель маленький, толстый, а крылышки маленькие. Все показывает. Летать он не может. А он летает. И недавно только под электронным микроскопом рассмотрели, что у него под крылышками есть волосинки, которые играют роль, как вот у вертолета поднимаются. Они сразу начинают. Никто не знал, как он летает. Он летает. Вот у человека мы друг друга видим, и видим, ты сидишь прямо. А у человека 700 тысяч колбочек. Они переворачивают линзы нашего глаза. Мы должны их между ногами видеть. Что именно делает правильным? Ни один окулис не знает. По сегодняшний день. У человека аппендикс. Аппендикс. Зачем он нужен? Человек, ну, говорит, аппендицит, когда болеет. Слышали? Вот такой вот отросток на большой кишке. И он никакой роли не играет. Зачем он нужен? И потом у всех. Я просто не понимаю, а как это доказывает существование Бога? Творением. Ибо невидимое Божие по творению. Ну, допустим, вот я взял маленький телефон. Ну, не мог ветер надуть, дождь помощить, и чтоб появился, и теперь стал разговаривать. Это человек. Это Мартин Купер придумал. Даже вот это вот так вот не напишется. Никак. Должна быть ручка, должна быть бумага. А это творение Бога. Творение, говорит, что у всего есть творец. Вот у меня щетки, я молюсь. Я знаю, кто-то их делал. Электричество, лампочку кто-то делал. А когда видим живые организмы, никто не делал. Сами произошли. Кто сами-то? С какого времени? Это как? Жить совершенно не признавать. Это даже не безумный, златоуст говорит, а безумнейший из безумных. Видеть творение, а творца не признавать. На самом деле интересно, поговорите об этом все. Прикосы в том, что мы не можем друг друга переубедить. Да не переубедить, чтобы задумался. Я же не убеждаю вас. Я говорю, что человек-то мог задуматься. Ну, кто сотворил очки ваши? Ну, не сами же они, не надуло ветром их. Люди сотворили. Ну, вот. А глаза, глаза в миллионы раз сложнее. Это само по себе. Ну, что дурить-то совсем? Доказательство Бога очень простое. Были сначала плохие глаза, потом мутировали животное. Животное. Повелись глаза более приспособленные к жизни. Ну, где, почему? Где, которые переходные, это ни одного скелета в мире нет. Если кит, значит кит. Тюлень-тюлень. Медуза-медуза в море. И все разное, конечно. Другие, которые не приспособленные, они вымирают и не размножаются. Не вымирает никто. Вообще не вымирает. Человек уничтожает. Вот понимаете, вы как попки повторяете. Где-то вымирают. Пчела остается пчелой. А сасой. Потому что вымирают. Вот когда рождаются больные, даже люди, они же умирают в детстве. Даже. Вы шершень видели? Вы шершень видели? И шершень умирает. Да, как если в лоб дарит, неделю будет опуша. Это шершень. А у мухи нету. А обе летают. Откуда у него такая сила? Потому что он мучировал когда-то. Мутировал? Да, этого никто не видел и не доказано. Дарвин говорит, я не доказывал, что человек это обезьян. Это люди придумали. Он был церковный старостой до самой смерти. Это нам не лапшу вешает, а самое негодное. Бог всюду, везде солнце. А почему луна не падает на землю притяжением? Почему? Ну, вообще-то, притяжение на луну не сильно распространяется. Там притяжение ослабевает. Почему она не приближается ближе? Ослабевает, она бы рухнула на землю. Может быть, притяжение у других же планет тоже есть? Есть, есть, есть. И при том жизни нигде во Вселенной нету. Только маленькая голубенькая планета. И заметьте, астронавты в Америке летали. Все до одного верующие. Джеймс Иринг вокруг летел и из Библии считал первый раз. Нейл Армстрон Караселл. Библию в Тартановом переплете оставили там. Такие люди. Ну, как лауреат Нобелевской премии Павлов. Глубоко верующий человек. Ну, при этом, даже если они верующие, ведь это не доказывает то, что и как бы не может заставить верить других людей. Что доказывать-то? Выйди утром, посмотри. Вы слышали, такой Вольтер был? Кто он такой? На самом деле, я только фамилию слышал. Кто это, я не знаю. Это большие-большие богохульники были, массоны, времен Парижской коммуны. И он в Бога не верил. Не верил совсем. И сказал, чтобы когда буду умирать, Ксенза, а он католик был, католическая семья, чтобы не звали. Я буду звать, говорит, давайте. И составил завещание, расписался. Но когда умирает, стал, его черти окружились со всех сторон. И стали показывать его там, все, где ему мучиться. Он криком кричит, помогите, вызвайте священника. А его показывают, смотри, ты сам написал, никого не призывать. Посмотри. Его мертвого по Франции возили, возили, никто не принимает. Он говорил так. Через сто лет, через сто лет, Библия будет забытой, заброшенной книгой. Ее можно будет найти только в кладовых и археологических музеях, как свидетельство глупости более ранних поколений. А Библия? Если так посмотреть, он ведь, получается, отрицал Бога? Отрицал. Но... А отрицание – это тоже вера. Это вера. Совершенно правильно. Если ты отрицаешь, значит, тебе надо что-то отрицать. Что-то... Потому что ты хочешь признавать, что... Ты что-то признаешь, и ты начинаешь отрицать. Правильно. И он, главное, хотел, чтобы сын у него вырос, нервующим. И он нанял хожалку-бабку, глухонемую. Слушайте, сейчас расскажу. И однажды видит, он куда-то за куст убегает. Он пошел посмотреть. А мальчишке пять лет, он стоит вот так, руки поднял. Он подошел, говорит, ты что делаешь? А мне нравится утром солнышко, как цветы цветут. А кто это сделал, я не знаю, я благодарю его. Он понял, что ничего нельзя сделать. Это внутри человека живет. Жажда восславить того, кто так прекрасно все создал. Я думал, пальцы любые шевелятся. У музыканта, когда играет. Про Больтера еще все-таки сказали, это важно. Вот если он отрицал Бога, значит, он внутри где-то верил в него. И поэтому, когда он умирал, он отрицал и верил. Нет, в его биографии не написано, что он верил. Он был безбожник. Лютый безбожник. И он сказал так, мы сделаем так, что никто не будет Богу молиться. А там крестьянин один говорит, господин, а как к власти-то вы придете, вы нам звезды оставите смотреть? Он говорит, ну звезды кто мешает? А мы по звездам все равно путь найдем к Богу. Кто сотворил? Посмотрите, как Орион прекрасный, как большая медведица. На каком расстоянии? Сегодня находят планеты на 4 миллиарда световых лет. Это вообще не поддается разумению. Однако и там еще не конец. А почему? Всюду везде творческая энергия Бога. Вот у женщины нет бороды, а у мужчины растет. Вот почему? Что она означает борода? Борода – это власть над женщиной. Это, знаете, это его энергия, это его защита. Сейчас не где-то, а в НАТО, НАТО, американское там все, и они сделали исследование. 100 человек на 4 группы разбили по 25. Одни морские пехотинцы, ну и спецназ. 4 группы. И вернулись бородатые, все до одного живые. И самый большой успех был. А вот и кто заклинило, то еще что-то. И кроме того, закрытое. Он не мерзнет здесь. И кроме того, ваххабиты за лиха еще не стреляют, думают, а это может быть наш человек. Борода – это благо. Усы не трогайте больше. Выкиньте бритву. Будь мужиком, не подкаблучником. А женщина сказала, женщина в мужчине, она видит, когда бородатые, она понимает, это скала, это защита. Вы посмотрите, даже на вождей материализма, Фридрих Энгельс, какая у него борода. У Марса поменьше, я говорю, у Ленина клинышек, у Сталина это одни усы, а у Хрющева и на голове нет ничего. И все, при том, один за другим. Я вам буду говорить, даже вы совсем не верующие, вы поймете, что промыслительная сила Божия. Вы знаете, что Горбачев был первый, знаете. Подождите. Сейчас. Я сейчас закончу. Я сейчас до предстоящего мнения останется, потому что уже я понимаю, что и это не мое, а просто. Вы своих соседей знаете? Ну да. Возьмите у них первую букву фамилия. Четыре избы возьмите. И чтобы эти буквы в том порядке были, в каком ваша фамилия. Вот у меня, допустим, я Лапкин. Вот. Лапкин Игнатий. И теперь, чтобы у меня сосед один был, один был какой-нибудь там, Александров, а это Пуговкин, а это там китобойный и еще что-то нетрезвый. Никогда не будет. А в высших слоях там в фамилии Горбачева четыре подряд руководителя Советского Союза, буква за буквой. Б Бачев, Б Брежнев, А Андропов, Ч Черненко, Е Ельцин. Это знаковая фигура, это нельзя составить так. А люди слепые не видели. Мне пришлось в тюрьмах идти за слово Божие. Меня начальник тюрьмы вызывал и спрашивал, как это может быть. Говорят, Михаил Мещеный придет. Я говорю, про Михаила не написано, это Архангел Михаил. А неверующий, ты никому не нужен, ты как мусор тащит тебя. А я верующий, меня везде выделяют. Спрашивают. Это не игрушка, верующий. Это нам кажется, ну вот так. Я могу вам рассказать кое-что. У меня гуманитарного образования никакого нет. Я технарь, техникостроительная площадь. И вот однажды, а я занятия веду в пяти университетах. И вот самый большой университет, 21 тысяча студентов у нас, город Барнаул, меня вызывает ректор. И говорит, вот новые бизнесмены, крупные очень, они хотят свой уровень поднять. Ну, над ними смеются, русские новые там это. А я не пойму, куда он клонит. Я говорю, что? А они вас избрали. Меня? Да у меня образования нет. Ну вот они так решили. Много писали тогда. Я выступал на заводах, фабриках, в милиции, воинские части. Ну, я подготовился, провел фактически два урока по два часа. И когда я пошел, меня заставили пойти деньги. Я вообще бесплатно преподаю. А тут, но они бизнесмены, у них денег-то хватает. Я пошел, я ужаснулся. Такая сумма. Я говорю, откуда такая деньги? Да как? А они сказали, я говорю, какое у меня звание? Да как, профессор? Да какой профессор? Я даже не кандидат. Да что эти, не Нобелевскую премию они мне присвоили? Столько денег дали. Почему? Я им показал то, чего они не знают, и ни один ни разу не сказал, что этого нет. Я провел по галереям мира самая знаменитая картина. Они все на библейский сюжет. Самая высшая картина это вот Рафаэля Сикстинской Мадонны. Объясните, что она означает? Я не видел ее. Вы не видали даже? У нас вернулись, говорят, из экскурсии по зарубежью-то. Ну и водили там в Лувр, в Париже посмотреть. Ну, хорошие есть. Дрезденская библиотета, картинная галерея. Мы, говорит, ходили туда, совались и ничего не знаем. Почему американским астронавтам, лауреатам Нобелевской премии не мешает знать Библию? Почему у нас мешает? Наши люди самые необразованные, пьяницы. А почему? Это не мешает. Просто кому-то это надо, интересно, кому-то не надо. Не надо, значит. Ты прошел ни одной картины не понимаешь, не надо. Считаешь Гетти, Шекспира, не понимаешь, и ладно. Еще о чем говорить-то тогда? С чем ты? Я их не читаю. Я читаю другие вещи, и я их понимаю. А какие вы считаете? Ваш любимый поэт, какой ваш самый любимый? Поэтов я Высоцкий, если только. Пушкин? Высоцкий. Высоцкий. Ну, что смешит-то, Высоцкий? Наркоман, пьяница, блудник. Для него ничего святого не было. Ему все время черт казался. Это он пишет об этом. А у меня самый любимый нацен, Семен Яковлевич. Вот найдите его, почитайте. Он 24 года жил только. Лермонтова, 27, Пушкин, 37. Надсон. Еврей. Крещеный, православный. Ладно, смотрим. Вот если вы... Я думаю, ваш сайт осмотрю, еще что-нибудь. Как? Я изучаю ваш сайт. Наш сайт открыл, смотрит. А, ну, нашли? Если вы найдете... Вот, если вот это во свете Библии, а потом сайт, это сайт. А если просто во свете Библии, Ютуб, зайдете, 14 тысяч роликов у нас там. Хорошо. Если форум, значит форум. А на сайте вы увидите мои книги. 38 томов издано. Хорошо. И там 4 книги, стихов по 800 стране с 4 тома. Вы зайдите, посчитайте. Это нельзя создать. Это не... Человеку не под силу. Это Бог делает. Что самое интересное, 3467 стихотворений, ни одной помарки нету. Я зайду теперь, пора... Всего хорошего. ...делать. Давайте. Всего хорошего. Как священники, всем некогда. Давайте. Давайте.